Убить дух национального самосохранения. Это сегодня целенаправленно выполняется с особым хищническим проявлением. Уничтожай до основания национальную школу. Вместе с этим национальное самосознание и достоинство. Кто такая Жанна Андреасян, новоназначенная министра образования, науки, культуры и спорта? Та, кто без зазрения совести отвергает национальную идеологию НЖД. И не стесняется заявлять об этом во всеуслышание. Более того, по определению нового министра, идеология НЖД это одно и то же, что и идеология фашизма. И неуместно для цивилизации 21 века. Достаточно отметить, что генетическая ненависть к НЖД, национальному герою и влиятельному государственному деятелю, защищавшему Армению, свойственно только врагам Армении. К примеру, особое значение, проводимое Азербайджаном в политике по антиармянской пропаганде, имеет кампания против Гарегина НЖД. То же самое можно сказать и о российской стране. По правде, для российской общественности фигура НЖД довольно неоднозначная. Но в кругах, близких к Кремлю, армянского национального героя преподносят в качестве фашиста. И это определение нового министра образования, науки, культуры и спорта не является следствием невежества, безграмотности, провинциальности. А просто проявление приверженности к откровенно предательской идеологии, о которой она выступала с программной речью по пунктам еще в 2012 году. И которая является предательской концептуальной основой, на которой сегодня строятся образовательные реформы в Армении. Самое опасное в данном случае то, что министр отвергает теорию национальной идентичности, считая ее немодной и устаревшей. Квалифицируя нации как воображаемые единицы, созданные идеологической элитой, Андрей Асян предлагает проявить в кавычках гибкость и поменять наше представление о нации, чтобы стать сильными в современном мире. Нет как таковой концепции патриотизма. Сама концепция патриотизма – это пузырь. Она необходима как мобилизирующая идея, скажем, во время войн, считает Жан Андреасян. Трудно представить более опасную теорию, чем это. Образовательные реформы и нововведения, которые реализовывает госпожа министр, в качестве отправной точки имеют антинациональную теорию уничтожения нации, национального самосознания, ликвидации границ и, по сути, являются атакой на основы национального самосознания. С удивительным постоянством госпожа министр уже сегодня притворяет в жизнь свою антинациональную концепцию. Это нонсенс. В воюющей стране эта мина, заложенная под государственную систему, к сожалению, не единственная. Вся пашиняновская власть основана на этой идеологии. Это та же концепция, с которой пашинян пропагандировал мир с турками. Жена последнего мечтала послушать мугам с Мехрибан в Шуши. А приспешники его собственной команды мечтают о мирном добрососедстве, торговле, статусе руководителей отдаленных турецких провинций. Но мина по имени Жанна одна из самых опасных, так как сегодня на эту даму возложена вся ответственность по основательному разрушению школы, полному демонтажу национального и государственного мышления, замене национальной идеологии, зловония, подхаливства перед Путиным, воспитанию безликих и лишенных национальности зомби. А логика ее появления и подобных ей в ведомстве и взятия на себя ответственности из ряда по заискиванию перед тем же хозяином, Кремлем. Деградировавшие армянские власти ведут армянское общество и нацию к окончательной деградации, убивая последние предпосылки для самозащиты и зародышей нации. Демонтажа только системы образования достаточно, чтобы самоуничтожиться как нация. Но успешки, в кавычках, стратегического врага есть и другое объяснение. Решить эту проблему заблаговременно до своего ухода из региона. Восстановление национальной школы – это единственная гарантия спасения нации и поколений. Концепция нации и армии – это не бестелесная идея, а национальная школа, воссоздание которой возможно только путем создания национального государства. А национальное государство строит нация, вставая на борьбу и сбрасывая со своих плеч смертоносный кружок. В один день и окончательно мы должны сказать стоп процессу нашей гибели. И это должно быть сделано сегодня, потому что завтра этот процесс может быть необратимым.